Вастатая Федерация. Немногие знают о существовании в областном центре объединения ездового спорта. Участники – несколько десятков сибирских хаски, маламуты, самоеды и их двуногие друзья. Тренировки трижды в неделю в Беленицах или парке 905 года. Там, где можно разгуляться любителям скорости и адреналина. Периодические соревнования. Недавно Усатая Федерация приехала с состязаний в Суздале. Для тренировок необходимо наличие шлейки ездовой. Шлейка нужна для того, чтобы распределить тяжесть груза по позвоночнику с суставом правильно. То есть на ошейниках собака не должна тащить. Должна быть ездовая шлейка. Вот этот вот голубоглазый красавец. Он занимается ездовым спортом с 2011 года. Он участник многих соревнований в Москве, в Калуге, в Тульской области. Недавно мы вернулись с поездки в Суздаль. Там показали себя. Мордику семь лет. Это наш лидер команды. Кира со своими четвероногими занимается больше пяти лет. И в ездовой спорт втягивает всех знакомых владельцев хаски. С этими собаками гулять мало. Нужно бегать. Причем долго и быстро. Молодцы! Вперед, вперед! Молодцы! Хорошо! Вперед, вперед! Мимо! Мимо, мимо, мимо! Отлично! Порода сибирской хаски специально выведена для перевозки грузов на большие расстояния. Собаки сильные, выносливые, пригодны их жизни в условиях Крайнего Севера. Ивановские зимы для них – курорт. Собаки этой породы, в частности, сибирские хаски, они стали жертвой моды на голубые глаза. Люди заводят этих собак, не понимая их сущности. В том, что у них настолько много энергии. Это же ездовая собака. Люди берут, не понимая. И потом случаются такие указы, как разгром квартиры, разнос мебели. Чтобы этого всего не было, если вы собаку завели в сибирскую хаску, они должны работать по своему предназначению. Они должны бегать. Для этого занимаемся. Саше всего 13 лет, а она уже каюр со стажем. Рассказывает, были и падения, и травмы. Собаки не раз сбрасывали девочку с нарт в сугроб. В полугонке животными сложно управлять. Лучше всего подходят короткие команды, задающие направления. От каюра требуется большая физическая сила. В ездовом спорте в основном нужна борьба, потому что нужна сила, нужна выносливость. Также, да, нужно хорошо бегать, потому что если на трассе собаки устают, а обратно нужно ехать, им нужно помогать отталкиваться. В каких-то местах приходится слезать с нарт, приходится бежать самим. Ну, вести нарты, вести за собой собак. Как правило, собака слушается только своего хозяина, и других вести отказывается. Белый самоед по кличке Блэк сегодня расстроен. Его каюр заболел, поэтому Блэк бежит неохотно. На трассе, понимаете, у него есть свои амбиции. Он старается прибежать первых, обогнать всех. Иногда он даже обгоняет хасок, который считается первой скоростной категорией собаки. В ездовом спорте несколько дистанций. В упряжке может бежать как одна, так две, четыре, шесть и даже восемь собак. Животных пристегивают за шлейки к друг другу, чтобы во время гонки они бежали ровно. Суровому Амуру сложно подобрать пару. Он настоящий спортсмен, яростный и нацеленный на победу. Он ласковый, да, это достаточно ласковая собака. Просто когда он возбужден, когда он чувствует, что надо работать, надо бежать, у него бывают некоторые отклонения в мягкости. То есть он хочет показать, что я здесь главный, я здесь хозяин, мне надо работать. Побежали, что стоим, чего ждем. Пять километров дистанции в быстром темпе, рассказывают владельцы хаски, хватает животным всего на день. За ночь энергия накапливается и снова пора бежать. Конец зимы вовсе не завершение сезона для ездового спорта. Весной и летом владельцы хвостатых вечных двигателей пересаживаются с нарт на велосипеды. Гонки для них продолжаются круглый год.